здорово было бы получить такой необычный аксессуар по мановению руки всем привет с вами Эльдия Сапронова и в этом мастер-классе я расскажу как сделать этот необычный гребень с кристаллами и жемчугом Сваровски и кожными лепестками приятного просмотра овал Сваровски 14 на 10 миллиметров цвет монтана в латунной оправе пришивные овалы пришивные кристаллы 12 на 7 миллиметров жемчуг 4 миллиметра жемчуг 8 миллиметров бисер миюки 15 размера золотой 15 размера голубой пайетки радужная синего цвета 4 миллиметра кружева французская около 50 сантиметров сама основа для гребня кожа фетр для того чтобы проклеить кожу сама кожа для лепесточков а выкройка также нам понадобится леска клей клей прозрачный иглы ножницы и хорошее настроение берем выкройку у нас будет 8 лепесточков они будут сторонние соответственно нам нужно вырезать 16 таких лепесточков просто аккуратно обводим не спешите нужно обвести очень ровно чтобы вырезать ровно в итоге должно получиться очень аккуратно вот у меня немножко неровно потому что не очень удобно на камеру обводить но я постараюсь чтобы было поровнее нам нужно таких 16 можно их располагать вот таким образом нам нужно 8 таких двусторонних лепесточков но для удобства обшивания мы их будем обшивать вокруг бисером для удобства мы сначала их склеим между собой здесь нужно нанести клей совсем немножко нет задачи прям сильных приклеить друг друга нам нужно чтобы при при обшивании просто они не ерзали так нам нужно хорошенько закрепить так мы всклеим и дадим им немножко высохнуть как я уже говорила у нас будет восемь лепестков два из них будут пустые то есть без кристаллов 2 с темными кристаллами 4 со светлыми первые два лепесточка мы уже проклеили и их уже обшила теперь я покажу как оформить эти лепесточки для начала мы берем кристалл и пришиваем его практически по центру можно немного смесить к низу как вам больше понравится пришиваем двумя стежками вводим иглу с изнанки пришиваем двумя стежками и третий стежок будет через бисеринку то есть набираем одну бисеринку входим в это же отверстие здесь подтягиваем аккуратно таким вот образом с другой стороны пришиваем также далее закрепляем леску на изнанке здесь необходимо захватить немножко кожу и сам этот стежок накидывая несколько воздушных петель протягиваем то есть обычный узелок вытягиваем отрезаем далее берем клей наносим немного склеиваем если есть такие неровности как у меня их можно просто немножко подровнять срезать это не очень критично просто будет так немного аккуратнее дадим немного высохнуть на листке уже есть узелок и начинаем обшивать для этого узелок мы прячем между двумя слоями кожи тут видно что у меня не совсем проклеена ну так оно и нам нужно я начинаю с этой нижней части обшивать прячем то есть проходим через один слой кожи потом прокалываем два слоя кожи вот так накидываем петельку и подтягиваем ниточку можно накинуть еще одну петельку подтянули закрепили далее мы набираем всегда по две бисеринки одну золотую одну голубую убираем прокалываем два слоя кожи и начинаем обшивать как обычно все здесь оставляя бисеринки слева вот таким образом вот есть эта петелька видно ее вот эта петелька и входим в эту петельку так бисеринки останутся слева подтягиваем снова набираем две стараемся на лице делать одинаковые стежки оставляем петель оставляем бисеринки слева проходим через петельку подтягиваем вот таким образом закрывается наш шов наш край набираем две прокалываем кожу петелька бисеринки слева проходим через эту петельку так идем по кругу немного с ними потом увидеть что и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok как вам понравится. У меня складочка будет небольшая, потому как кружево у меня плотное. Я буду делать примерно вот такую складку. Пришивать буду на расстоянии около 5 мм. Здесь вы посмотрите сами, как вам больше понравится. Кружево может располагаться ближе к центру, но тогда будет меньше места для лепестков, а нам нужно оставить место для лепестков, поэтому я пришиваю примерно на расстоянии 5 мм. Вот так. Здесь у меня будет располагаться лепесток вот таким вот образом на кружеве, поэтому можно еще немного отодвинуться, то есть мм 4-3-4, вот так, так как у нас еще здесь будет кристалл, и с другой стороны еще одни лепестки. Вот примерно так. Даже можно, наверное, пришить на расстоянии 3 мм. Прикладываем, берем леску, нитку, чем вы шьете, и пришиваем небольшими стежками, то есть крепим сначала кружево так, несколькими стежками в одном месте. Далее будем пришивать по одному стежку. Стежки небольшие, но совсем крохотные, по миллиметру, или как вам будет удобнее, как для вас комфортнее. Вот, кружево пришито, и далее мы будем закладывать складку. Вот таким образом. Между складочками у меня около сантиметра, ну, может быть, немного меньше. Тут как вам уже понравится. Здесь не спеша, аккуратненько, чтобы они лежали красиво. Пришиваем, подтягиваем вот таким образом. Далее снова формируем складку. Вот таким образом. И пришиваем опять небольшим стежком. Подтягиваем. Если есть необходимость, можете пришивать двумя стежками. Или в двух местах, как вам больше понравится. Я делаю это так. Далее снова формируем складочку. Прикладываем. Вот. И пришиваем. Так мы пришли по кругу. И заканчиваю пришивать кружево. У меня его хватило прям ровно-ровно. Просто удивительно. Значит, здесь стежок, здесь складочка. Пришиваем последнюю складочку. Также я пришиваю несколькими стежками. Можно одни, можно двумя, как вам лучше. Чтобы оно было крепко пришито. Здесь я сделаю два. И остаток кружева мы как бы подкладываем под самого начала. Вот здесь вот так подкладываем. И пришиваем. Вот она у меня так ложится. Так, здесь мы пришили, закрепили. Теперь нам нужно соединить начало и конец кружева. Мы идем наизнанку. Выводим иглу здесь на лицо. Складываем два кусочка кружева и соединяем их. Здесь можно сделать произвольные стежки. Главное, чтобы немножко его закрепить. Я сделаю так. Все, подтягиваем. Кружева сшито. В складочку. Вот так это будет выглядеть. Теперь нам нужно спрятать саму леску. Здесь я сделаю так. Пройдусь так вот по кружеву. Аккуратно. Маленькими стежками, чтобы не было видно, не было никаких петель. И снова войду в основу. Вот так. Подтягиваю. Здесь можно сделать узелок. Я отцепляюсь за стежок и делаю узелок. Закрепили леску, чтобы при дальнейшем шитье мы не тянули это кружево. Вот таким образом. Далее мы будем располагать наши лепесточки. В моей задумке по центру я пришиваю вот такие лепестки. Они будут располагаться так. Здесь у меня будут вот такие лепестки со светлыми кристаллами. И сбоку я пришью на небольшом отдалении вот так лепесточки. Далее мы задекорируем эти лепесточки также кристаллами. Но моя задумка в том, чтобы спрятать вот это вот небольшое расстояние, которое здесь останется. То есть лепестки. То есть кристаллы будут закрывать вот этот вот небольшой промежуток. Кристаллы мы пришьем потом отдельно. Вот так будем пришивать. Сначала я пришивать буду темные кристаллы по центру. Не зря у меня здесь есть разметка. Я располагаю его по центру. Можно вывести иголку, чтобы ориентироваться, где у нас центр. Вот мой центр. Да, отступаем примерно миллиметра два-три. Вы сами посмотрите, как вам хочется пришить. Выводим иголочку. Здесь можно определить центр. Также лепесточка. И пришивать. Можно пришивать за бисеринки. То есть мы цепляемся за одну бисеринку. И пришиваем. Здесь я пришиваю не очень жестко. То есть за одну или две бисеринки. Чтобы потом можно было пройтись второй раз. И, например, их немножко подкорректировать. Здесь за одну бисеринку пришиваю. Далее. Если вы не сомневаетесь, можно пришивать вот так ровно. То есть один центральный стежок и два стежка вот так по бокам. То есть мы выводим иголочку правее. Цепляемся за бисеринку. И пришиваем. Листочки пришиты. Так сейчас это выглядит. Они достаточно свободно располагаются, чтобы был объем. Вот таким вот образом. И теперь мы будем украшать нашу серединку. По центру пришиваем кристалл Сваровский. У меня овал 14х10, цвет монтана. Располагаем его по центру. И пришиваем. Если есть сложности, можно ориентироваться по этим центральным линиям. Пришивать будем двумя-тремя стежками. Так, чтобы он крепко располагался в центре. И далее мы украшаем жемчугом и пайетками вокруг кристалла. Здесь я пришила уже жемчуг 8 мм. Вот таким треугольником. Делается это достаточно просто. Выводим иглу. Набираем жемчужину. И одну бисеринку. Я беру золотую. Пропускаем бисеринку и входим в жемчужинку. Здесь входить можно не там, где выходила иголочка, а немножко отступив, чтобы жемчуг лучше держался. Подтягиваем. Вот так это выглядит. Сделаем еще один стежок. То есть мы пришьем еще раз. Для особой прочности. Так, пришьем еще две ряда. Далее пришиваем жемчужинки 4 мм. Вот рядом с этим жемчугом. Набираем жемчужинку. Опять бисеринку. Здесь я возьму голубую. И входим обратно в жемчужинку, оставив бисеринку. То есть не через бисеринку, а в жемчужинку входим. Вот так вот. И пришиваем. То есть это пришивание через бисеринку. Подтягиваем. А с другой стороны пришнем так же. Здесь есть небольшая пустота. Но я специально так пришивала, чтобы там было небольшое расстояние. Здесь я пришью стеклярус. Я взяла стеклярус Тоха. Вот такой матовый никель. У него размер 3 мм. Просто выводим иголочку в нужное место. Набираем здесь одну бисеринку, либо две бисеринки. Возьмем две. Мы это делаем для того, чтобы стеклярус был выше. Потом один стеклярус и одну бисеринку. То есть я набрала две бисеринки, стеклярус и еще одну бисеринку. Оставляем верхнюю бисеринку и входим в стеклярус. Проходим в стеклярус и две бисеринки. Вот таким вот образом. Подтягиваем. Стеклярус стоит. Отлично. Таким образом пришиваем 3 или 4 стекляруса. Сколько у вас поместится? У меня здесь 4. Здесь также, наверное, будет 4 стекляруса. Снова набираем две бисеринки. Стеклярус и еще одну бисеринку. Пропускаем злату в бисеринку. Проходим через стеклярус и две бисеринки. Получаются такие, как бы, тычинки. Очень симпатично. Прошью еще две. Здесь около этой крупной жемчужинки прошью снова по одной жемчужинке 4 мм. Точно так же. Набираем жемчужинку, бисеринку. Пропускаем бисеринку и входим в жемчужинку. Подтягиваем нить. Здесь так же. Подтягиваем. Здесь между жемчужинками я пришиваю стеклярус. Где-то по 2-3 штуки. Здесь я не придерживаюсь строгой симметрии, а пришиваю, как понравится. Здесь я пришью стеклярус. Вот в этом месте. А с этой стороны, здесь видно, я пришью пайетки. Также через бисеринку. Вот здесь у меня будут пайетки. То есть я набираю пайетку, выпуклую стороной на иглу, ну, то есть вот так вот. Пайетка. Пайетка чаши 4 мм. Набираю также бисеринку и прохожу в саму пайетку, оставляя бисеринку. Так пайетка будет держаться через бисеринку. То есть это пришивание через бисеринку. Пришью несколько пайеток, штуки, наверное, 3-4. Здесь вы можете заполнять это пространство, как вам хочется. Можете пришивать пайетки, какие-то другие бусины, либо стеклярус, заполнив это пространство. Вот так. Здесь, конечно, я тоже пришью еще по две жевчужинки. И здесь по центру на листочке нам осталось пришить один кристалл. Я его располагаю и пришиваю вот так вот просто насквозь.